Шоппер против пакетов. Под таким названием в социальном отделе Астраханской епархии прошел художественный мастер-класс для детей из многодетных семей. Суть проекта – привить подрастающему поколению бережное отношение к природе. Провести мероприятие удалось благодаря грантовому проекту «Вещь во благо». Наши коллеги расскажут подробнее. Дети из многодетных семей и юные рукодельники. В отделе социального служения Астраханской епархии у них особый урок – эко-мастер-класс. Но сначала мультфильм, причем поучительный, о том, что всем необходимо беречь большой дом, где мы живем. И это наша планета. Если снять планету, она может стать большой свалкой, и все люди могут погибнуть от этого. Наша Земля тогда станет такой же, как Марс. Он раньше был пригоден для жизни 4 миллиарда лет назад, а сейчас он просто стал пустыней какой-то. В жизни есть такие правила, что надо выбрасывать мусор в специальные контейнеры, не надо рубить деревья, срывать с них ветки. Это волонтер Светлама Шомахова, создатель мастер-класса «Шоппер против пакетов». Как известно, рассказала она детям, полиэтиленовые пакеты разлагаются в окружающей среде от 500 до 1000 лет. Поэтому предложила своим ученикам вместо них ходить в магазины с прочными и вместительными сумками из ткани – шопперами. Причем она сама шила и принесла их ребятам. Такие занятия, я считаю, заставляют задуматься ребенка о том, как правильно вести себя в быту, что использовать. Ведь мы еще просматриваем мультфильмы и правила о том, чтобы не загрязнять нашу природу. Родители считают, от таких занятий двойная польза. Дети узнают много о бережном отношении к природе и своими руками создают красивые и нужные в быту вещи. Мне кажется, для детей это прежде всего очень важно. Объяснить, что важно сохранять землю. Детям объяснить, что важно очень помогать. Детям объяснить, что очень много можно сделать своими руками. Даже вот это минимальное, что они могут сделать, это тоже важно для нашего мира. Мастер-класс проходит в рамках социального проекта «Вещь во благо». Он уже дважды стал победителем президентского грантового конкурса. Одна из задач – это привлекать наших жителей к бережному отношению к природе. У нас в рамках этого проекта взрослые люди приносили пошитые мешки, которые затем укладываются в вещи и разводятся по отдаленным районам нашего региона. Благодаря этому проекту мы смогли сберечь большое количество вещей. Мы приучаем людей к тому, что можно повторно использовать одежду, не выбрасывать ее, а отдать для нужд, для тех людей, кому она действительно может быть ценна и важна. Создателю эко-мастер-класса вручили благодарственное письмо от социального отдела Астраханской епархии. А вот такие занятия найдут продолжение и в будущем. Дети из многодетных семей смогут здесь заниматься практически целый год.